До сих пор я себя чувствую внутренне по состоянию, я себя может быть так же чувствую, как в те 20 лет, там 19 лет, когда мы пришли в театр. Выграть сейчас у нас все получается, как будто бы мы когда пришли в театр, в любом случае мы пришли такие уже как будто бы мы знаем. Ну сейчас я хотелось бы надеяться, что я знаю больше, чем молодые там до сих пор, но в любом случае мне кажется, что за вот эти 10-12 лет мы прошли очень большую школу. Я пришла в театр, когда мне было 16, я уже чему-то чуть-чуть научилась. Наверное, было уже то, чтобы действительно выполнить задачу режиссера, которую он ставил. Я ужасно всегда мучилась со всеми ролями в начале. Ужасно сильно, страшно мучилась, потому что я всегда... У нас такая профессия, ей невозможно научиться. Невозможно даже в 90 лет тебе будет, тебе будет 100 лет, ты все равно учишься, потому что каждая новая роль – это новая жизнь. А если это новая жизнь, это какие-то новые для себя открытия. Удивительно, что молодежь сейчас очень, она очень талантливая, как обычно, да, как бы во все времена талантливая молодежь, всегда. Мы пришли, нам говорили, что мы талантливы. Сейчас приходят люди. Но сейчас, мне кажется, я не знаю, говорят, время всегда одинаковое. Не знаю, я не могу судить об этом. Я не историк, я не философ. Я на эту тему не задумывалась, но... Нет, задумывалась. Я часто задаю себе вопросы внутри. Но мне иногда кажется, что сейчас все наполовину. Чуть-чуть. Вот все по чуть-чуть. Я здесь чуть-чуть, я тут чуть-чуть, я вон там чуть-чуть, понимаете? А то, чтобы они выбрали где-то, где все, я весь там. Такого сейчас нет. Может быть, это из-за того, что время действительно. Может быть, из-за того, что сейчас не так все в жизни, ладно, как-то, да, в смысле. Может, действительно надо где-то что-то урывать, что-то за что-то цепляться. Не знаю. Но мне кажется, у них все такое тепленькое, как мы говорим. По чуть-чуть. Когда я уже вышла на сцену, мне было 16. Да. То есть год я вот проучилась-проучилась, а потом вот, наконец, впустили на сцену, на подвозки театральные. Потому что попасть вообще на спектакль в студийцу – это огромное событие. То есть это, ну, надо доказывать, нужно просто много-много-много делать шагов для того, чтобы действительно сказали, да, ты достойна выйти на сцену. Тебе впустили, так сказать. Тем более на сцене много профессиональных уже актеров, и ты с ними сейчас уже не как студентка, а как коллега непосредственно работаешь. Поэтому эмоции были очень-очень-очень-очень волнительные, и как бы я помню этот момент. Еще надо очень много работать, очень много в себе изменять. Еще больше-больше-больше работать над собой, работать вообще над тем, что меня окружает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!